Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим и сегодня на этом аккаунте будем фаниться, проходить земли печати света. Здесь всего сейчас пройден седьмой уровень и надеюсь, что за 10 попыток мы испытаем двух Расселов и они нас продавят до 17-го. Ну а после этого я буду тестить уже последние уровни и посмотрим смогут ли Расселы заточить на пару с Аидой и Белрейн 20-й уровень Селуэнда света. Из того, что я видел, 20-й уровень Света проходит только 6 15-ти звездочных героев, поэтому посмотрим, как у нас это сегодня будет выглядеть. Итак, друзья, в первую очередь я хочу протестить двух Расселов. Залетаем. Белрейн в первый слот поставим. Так. Ну тут в принципе не важно. Возможно Тару стоит заменить на Мишель, но это будет видно по ходу нашего прохождения. Итак, два Рассела с коронами, Аиде я экипировал факел степного пожара, артефакт, который защищает от постепенного урона, потому что босс наносит просто огромнейший постепенный урон и это основное его оружие, можно сказать. Вот эти все уровни первые мы пройдем, конечно же, быстро, потому что урон Расселов и Аиды очень большой в Селуэнде. Ну вы можете видеть, что пока без проблем. Отлично. Переходим к десятому. Также хочу отметить, что в сообществе уже есть новости по следующей неделе, поэтому кому интересно, можете залететь посмотреть. Новостей там немного, но они очень интересные. То есть большая часть изменений затронула китайский сервер, но это вскором нам поставят и на наши сервера. Изменения там реально очень крутые. Итак, 12 уровень. Смотрим. 12 уровень уже должен хороший урон наносить, но я думаю, мы его с первого раза все-таки пройдем. Как я уже отметил, два Рассова с коронами и плюс, когда они подлетают в ульту, у них включается еще дополнительное поглощение. И вот это в сумме все поглощение дает огромнейшую выживаемость. Пока это будем пробовать с Фениксом, но я думаю, возможно, и Оленя стоит попробовать. Но это уже, скорее всего, я буду тестить на каких-то поздних уровнях. Аида должна жить дольше всех, потому что босс ее толком не будет дамажить. Так, это проходим без проблем с первого раза. 13 уровень и переходим к 14. Рассовы очень сильно решают. Мне самое главное, чтобы они переживали ульту босса в своем подлете. И они, кстати, не переживают. Это нам говорит о том, что, возможно, стоит менять корону на пистолет для повышения урона. То есть у них всего два раза, два удара босса они могут пережить. Это его ульта, соответственно, она выбивает бессмертие. И после этого еще один удар, но они уже умирают на следующий удар. Соответственно, нам нужно выжать из них максимальный урон. Поэтому, возможно, стоит пистолет на них использовать. Вот сейчас они подлетают. И вот с этой ульты они должны нанести максимальный урон. Соответственно, это можно сделать с пистолетом. Также камни, друзья, на них не на скорость, а на святой урон, атаку и здоровье. Но скорость у них осталась, не подумайте. Она в будущем пригодится. И с первого раза мы также проходим 15 уровень. Окей, и двигаемся далее. Вот эти уровни уже реально жесткие. И не факт, что мы пройдем с первого раза. Если не пройдем, я поставлю пистолет на Расселов. Ага, там еще неприятные миньоны или боссы не выжигают энергию. Соответственно, Рассел не поднимается в ульту. Это очень плохо. Но ульта Рассела просто огромнейший урон наносит, вы можете видеть. Это, конечно, люто выглядит. Блин, и второй раз он не ультанул. Но я думаю, мы все-таки пройдем все равно этот уровень. Аида не должна умереть. Отлично. Рассел 200 миллионов. Рассел, который живет, это гроза. И 17 уровень. Я вот думаю, поставить ли пистолет или нет. Но урона на самом деле и так много, поэтому давайте попробуем. Самое главное, чтобы Расселу не выжгли энергию. Вот сейчас, когда будут атаковать противник. Ай, блин, снова ему выжигают. И один раз он только ультанет. Пожалуйста, живи. Бумс. Нет, это уже все плохо выглядит. Еще и Билл Рейн не умерла. Офигеть. Возможно, это не так плохо. Так. Остается босс. Сейчас ультанет и заберет трех союзников наших. Но Аида. Самое главное, чтобы Аида выжила. И он не успевает ультануть. Вы видите, насколько жестко решают эти стрелы, друзья. 17 уровень с первого раза. Просто она изи. Один Рассел 160 миллионов. Второй Рассел 136. Просто сок. 17 уровень пройден. И вот последующие я, скорее всего, буду проходить вне видео. Тестить, какие билды будут работать. И надеюсь, что данная команда сможет продавить реально хороший какой-то уровень. Давайте напоследок покажу вам билды. Рассел с короной. И камни на них вот такие сейчас стоят. Потому что на данный момент Рассела сделать быстрее, чем Керри, трудно. Пока статуя не будет прокачана в парящем острове, от скорости по большей части нет толку. Поэтому я поставил вот такие вот камни. И сделал им билды полностью на жир, друзья. То есть это реально сейчас рабочая тема. Поэтому можете использовать. Второй Рассел абсолютно точно такой же. И это второй камень. Скорость также осталась. В будущем скорость будем тестить. Далее. Что касается Аиды. Она была вот с этим артефактом. Он дает снижение непрерывного урона. И босс как раз таки наносит очень много вот этого непрерывного урона. С поджога, с кровотечения. И он нереально взрывной. Поэтому Аиде этот артефакт дает нереально много живучести. Кстати говоря, Аида была со скоростью. И здесь был камень на здоровье. То есть нужно ставить камень на здоровье. И она тогда еще будет жирней. Ну и соответственно Белл Рейн я вообще не менял. Она вот такая осталась. Билд с ПВП. Ну и Мишельке была банка на энергию. И также Тара еще. Ну Тара десятизвездочная. Она просто там для впитки какого-то урона. И более он ни на что не способен. И так как это видео закончилось довольно таки быстро. Даже неожиданно для меня. Пролетели мы 10 уровней. Поэтому давайте я все-таки пройдусь по новостям. Итак, события следующей недели, друзья. Это приключение импа. Стандартное. Никаких изменений скорее всего не будет. Но я надеюсь, что в сундуке с героем уже появится копия Шерлока. Но это возможно уже будет известно в четверг. Пока информации никакой по этому поводу. Далее Шелтер или же Укрытие. Герои Валькирия, Валентин, Круз, Ледяной Ревенант, Герки и Темная Синда. Помимо этого Кузница. И далее интересное изменение, которое сейчас затрону только китайский сервер. Первое самое. Это убран таймер на 15 раундов. Для обычной арены. Испытание Храбреца. Это Дирижабль. Башня Забвения. И Подземелье Аспена. О чем это нам говорит? Сейчас с Шерлоком бои очень смело доходят до 15 раундов. То есть люди ставят жирные команды и вы просто не можете их пробить. Именно поэтому скорее всего убраны вот эти таймеры в 15 раундов ограничения. И теперь бои будут длиться сверх 15 раундов. И теперь начиная с 15 раундов обе стороны, то есть обе команды. Как нападающего, так и защищающегося. Будут получать бонусный урон. Пока одна из сторон не потерпит поражение. То есть все герои не умрут. Теперь не будет такого, что бой заканчивается просто по раундам. Помимо этого, улучшена страница советов в гильдейских боях. Это относится уже к новым переработанным гильдейским боям. То есть там уже изменяют их. В то время, как у нас их еще даже не поставили. Помимо этого, улучшен интерфейс в таверне. Скорректирован уровень требований для кампании. Улучшены функции в круге создания. Скорее всего, добавят кнопку, которая была до этого. Если помните, там можно было выбирать сразу героев из сумки. Помимо этого, улучшен интерфейс алтаря. И улучшено меню навыков героя. Скорее всего, это относится к навыкам, которые начинаются с 11 по 15 звезду. В общем, друзья, вот такие вот изменения нас ждут. В четверг больше информации будет. Всем огромное спасибо за просмотр. Поддерживайте лайком, если было полезно. Пишите ваши вопросы в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео.